Георгий Кунадзе, российский дипломат, он был заместителем министра иностранных дел в начале 90-х, он на связи с нашей студией. Господин Кунадзе, здравствуйте. Добрый день. Мы вот говорили о военной лжи и системе безопасности, о чем сейчас там совбез Путин по зуму делал. Но есть еще более небезопасная история и тоже совет безопасности, но о он. Он был ночью, если по нашему времени, да, мы в то время спали, а на совбезе он говорили о безопасности на самой крупной атомной электростанции Запорожской. Небензя как бы был тем докладчиком от стороны инициаторов, Российская Федерация называла совбез, но кроме визита главы МАГАТЭ ни к чему не пришли. Вот, ваш анализ как дипломата, это было запрограммировано, это было очевидно? Если да, тогда зачем созывать этот совбез? Запрограммировано что? Заседание? Нет, запрограммировано то, что ничего из этого не выйдет. То есть, как бы, то, как Небензя будет обрисовывать ситуацию с обстрелами на Запорожской АЭС, это совсем отличается от той информации, которую другие члены Совета Безопасности ООН имеют у себя на столе от разведки. Ну, знаете, это как в ревизоре. Унтер-офицерская вдова сама себя высекла. В общем, так примерно поступает и Россия. Вроде бы, значит, идет война. Для Украины это отечественная война, для России это спецоперация, хотя я не знаю, чем она отличается от войны. Но, так или иначе, Россия намерена захватить Запорожскую область. И в связи с этим, в общем, она использует все подручные средства, в том числе и средства пропаганды, для того, чтобы каким-то образом смикшировать международную реакцию. Вот, в то, что Украина вознамерилась взорвать принадлежащую ей атомную электростанцию, мне поверить очень трудно. То, что Россия собирается сделать то же самое, мне тоже, честно говоря, трудно поверить, потому что, как я понимаю, Запорожская АЭС значительно больше, чем Чернобыльская. И нанесение удара по этой АЭС, или даже просто случайное попадание, имело бы катастрофические, чудовищные последствия. Но война, она так и устроена, что, как я понимаю, страшные вещи случаются неожиданно, и даже если на это, в общем, никаких планов не существует. А то, что Небензи говорил там, ну что же, это, в общем, то, что относится к так называемой информационно-разъяснительной работе российской дипломатии, это, в общем, часть специальной военной пропаганды. Ничего тут особенного я не вижу. Понятно. Но для вас, как и для кадрового дипломата, когда вы слышите, вот, выступление Небензи на полях ООН или Совета безопасности, у вас нету испанского стыда? Ну, это вопрос, в общем, ретари достаточно. Стыд есть не за это, а за все то, что происходит, за все то, что делает Россия. Но должен прямо сказать, что не так много дипломатов оказывались в том положении, в котором сейчас оказалась российская дипломатия. И они, в этом смысле, работают просто с листа. Хорошо, ну, вот, где здесь дипломатия, когда Мария Захарова обзывает эстонский парламент неонацистами, когда Небензи вот так выступает, не моргнул глазом, ну, когда материца обзывает Лавров матом своего собеседника. Где здесь дипломатия? Да нет, здесь никакой дипломатии. Мария Захарова, я ее вообще дипломатом не считаю, она нормальный пропагандист, такой же, как Соловьев, такая же, такая же, как Симонян. А вот, что касается Небензи, ну, что же, давным-давно, в 1983 году Советский Союз сбил южнокорейский пассажирский лайнер Boeing 747, все погибли. А вот, и довольно долго советская делегация отрицала, собственно, сам факт того, что она сбила этот самолет. В период Карибского кризиса представитель России, ВОН, то есть Зорин, он тоже отрицал то, что, в общем, на Кубе есть советские ракеты, носители ядерного оружия. Так что, в общем, нет, здесь, на этот счет, в советской дипломатии немало традиций, не самого лучшего свойства. Хотя, с другой стороны, мы же помним, как, например, Колин Пауэлл, выступая в Совете Безопасности, демонстрировал какие-то доказательства наличие в Иране химического оружия, которые оказались липой. Так устроена дипломатия. Понятно, но вы просто, мы говорили о том, что года идут, меняются, как бы, поколения и люди, а ложь вокруг Курска, как и ложь вокруг аэропорта Саки, такая же по качеству в военной пропаганде. Теперь мы говорим с вами о том, что и качество лжи со времен сбитых лайнеров в СССР до сегодняшнего дня такой же. Но тут ситуация уникальная. Такого еще не было. То есть, боекомплект, военная техника, все это на территории атомной электростанции. Обстрелы идут на другой берег Днепра, по мирным городам, зная, что ответка не прилетит, потому что шесть реакторов. И вот, плюс, на это шар за шаром слои такой лжи. И вопрос, и как из этого выходить? По-моему, никто в мире не видит ничего, и спасительной палочкой было, давайте отправим туда директора МАГАТЭ. И что? Ничего. Ну, во всяком случае, до тех пор, пока он находится, директор МАГАТЭ находится там, со станцией ничего не случится. Вообще говоря, я бы сказал так. Видите, в такой достаточно экстраординарной, нет, даже уникальной ситуации, единственное реальное, радикальное средство, которое могло бы предотвратить с гарантией беду, состояло бы в том, чтобы объявить зону атомной электростанции, закрытой для боевых действий, чтобы оттуда были выведены все войска и определить безопасное расстояние, за которое им нельзя приближаться. Но проблема же в том, что Россия никогда не согласится, чтобы Запорожская АЭС осталась под управлением Украины. Следовательно, эта мера невозможна. Все остальное – это палеотив. А вот я же понимаю, что и Путину, и Министерство обороны так или иначе, даже если они много не изучали радиофизику, все-таки положили доклад о том, к чему может привести ядерная катастрофа на этой электростанции. Это же не только уничтожение сотен тысяч людей вокруг, но это же уничтожение той же российской армии. Но если это случится в любой момент, к этому не подготовишься. Но вот кто готов – это режим в Кремле. Он же точно знает результат такой катастрофы и для себя. Они что, не просчитывают или готовы пожертвовать половиной армии и вторжения? Ну, я думаю, что если президенту России положили на стол какой-то доклад о возможных последствиях взрыва реакторов, то вряд ли этот доклад был у него на первом плане. Вряд ли этот доклад ему положили для немедленного ознакомления. Ну, ознакомился, ну, я думаю, хмыкнул. На этом, собственно, и все. В общем, никто, конечно же, никто до сих пор, вот, по-моему, одна из самых неприятных особенностей этой сегодняшней ситуации в том, что при всем ожесточении, которое мы наблюдаем с обеих сторон, никто, конечно, даже и мысли не допускает о том, что это может всерьез привести к какой-то ядерной катастрофе. Все-таки человек так устроен, что он, в общем, такие сценарии даже просто не рассматривает. Да, ответственные лица в Москве в первую очередь обязаны были бы это учитывать, но они этого не делают. Да, ну, как быть, можно спланировать все риски при каких-то мирных работах, да, в бизнесе, там, на строительстве, но это война. А война – это то, что мы видели даже в последние дни, это когда в любую секунду ничего не ожидаешь. Все время вспоминаю вот запуск ракеты, по-моему, из С-300, да, под Белгородом, ну, по территории Украины. Ну, пульнули, а ракета вдруг развернулась и вальнула назад именно в то место, откуда ее выпустили. Вот классические примеры. И такого идиотизма на войне может произойти очень много. Если здесь не работает принцип «фулл пруф», да, защита от дурака, то, по-моему, именно российские вооруженные силы, которые там стоят, были бы первыми заинтересованными покинуть такой небезопасный объект, уйти как можно дальше от него. Шойгу это точно знает, да? Я думаю, что… Не уверен. Ну, а что ему знать? Я не знаю, можно ли вообще-то, говоря, человеку с бэкграундом Шойгу объяснить какие-то сложные военные сюжеты. Все-таки он человек сугубо штатский. Хотя и больше не дают. Министрами обороны в других странах даже по закону полагается, чтобы были штатские люди, чтобы был гражданский контроль, а военные там в генштабе будут сидеть. Тут как бы проблем с тем, что штатских дней не должно быть. Тут есть вариант такой, либо он преступник и преступно мыслит, либо он принципиальный человек, который хочет уберечь даже своих солдат, даже если они вторглись в другую страну. Я думаю, что в ходе этой пресловутой спецоперации совершается немало преступлений, и значительная часть этих преступлений совершается российскими войсками. Я это предполагаю, но меня это не удивляет. Но во всем остальном, что сказать? Вы говорите, нужно, чтобы была полная гарантия всего. А я скажу, что в данном случае, на мой взгляд, Россия рассчитывает на так называемый русский авось. Авось вынезет, авось ничего не случится. Авось они моргнут первыми. Вот так, собственно, идет. Хорошо, тогда если мы от таких военных и дипломатических авось перейдем в день завтрашний, вот все равно вот этот режим кончится. И кончит он плохо. Но надо будет выстраивать все, в том числе и дипломатию завтрашнего дня. Кто ее будет делать и на каких принципах? О, давайте мы не будем загадывать так далеко, потому что... А почему? А потому что, в общем, мы не знаем, мы предполагаем и с немалой долей уверенности, что этот режим, он так или иначе не переживет никакого исхода войны, кроме своего полного, окончательно, кроме своей победы. Любой, даже ничейный результат, не говоря уже о поражении, которое весьма вероятно, да, а по-видимому приведет к смене режима. Ну вот, я и говорю, смена. И кто приходит говорить от имени страны... Да, а вот кто придет, это загадка. Тайность я велика есть. Я напомню, что, в общем, когда в конце Второй мировой войны все шло явно к краху гитлеровского режима, к краху японского императорского режима, что будет после этого, не знал никто. То есть, были некие планы, но гарантии реализации этих планов не было. В результате, в общем, скажем, в Японии и в Германии пошло все нормально, а вот в Южной Корее не очень. А вот, кстати, может, вы нам расскажете из истории дипломатии. Ну вот, окончилась Вторая мировая война, режим Гитлера пал, еще не работает план Маршалла, но уже есть люди, которые хотят видеть новую Германию. Вот кто эти люди, кто из истории дипломатии, кто взял на себя ношу быть голосом дипломатии новой, послевоенной Германии? Ну, тогда существовала ситуация действительно уникальная. В том смысле, что западные союзники и Советский Союз на момент, допустим, проведения Потсдамской конференции действовали единым фронтом и согласовывали свои позиции по очень широкому кругу вопросов. Точно так же, как они согласовывали свои позиции в отношении Японии, накануне капитуляции Японии. А вот сейчас этого нет. Поэтому, да, и при этом, тем не менее, в общем, несмотря на то, что существовали официально союзнические отношения между СССР и Западом, тем не менее, в общем, тренинг избежать не удалось. Сейчас даже официально отношения между двумя сторонами конфликта несомненно открыто враждебны. Поэтому каждая сторона будет тянуть в свою сторону, договориться о чем-то будет крайне сложно. Да, но я вас спрашивал, кто стал дипломатами, первыми дипломатами новой ненацистской Германии? Просто интересно, их военная администрация, оккупантов, а оккупантами были Советский Союз, Соединенные Штаты, оккупационные власти же были, разделили на сектора. Вот оккупационные власти назначили новых этих дипломатов, которые... Оккупационные власти, оккупационные власти, несомненно, давали согласие на выдвижение тех или иных кандидатур в новые органы власти. Но они были, я имею в виду, эти дипломаты в Германии были. А вот в России есть, скажем так, запасные дипломаты, которые не Лавровска лживого пошива. Мне кажется, к моему огромному сожалению, что в российской власти сегодня вообще нет реально людей, которые могли бы составить какую-то альтернативу нынешнему режиму. Именно их нет, именно потому, что они теоретически представляют для этого режима угрозу. Так что все это будет решаться, когда и если, что называется. Все будет решаться практически с чистого листа. Понятно. Но, скажем так, школа-то дипломатии есть и с традициями, которые передавали. А вот это означает, что каждый год появляются новые дипломаты. Как и в любой другой отрасли, есть тысячи новых, новоиспеченных. Только главное, чтобы они не были носителями вот этого предыдущего вируса, который приводит дипломатию тоже в режим мировой агрессии. Я согласен. Я согласен. Но я бы сказал, что очень хорошо, что мы этих людей не знаем по фамильной. Очень хорошо, что эти люди ни на виду и ни на слуху. Потому что как только они оказались бы на виду, их бы тут же не стало. Не то, чтобы их убрали, а просто их бы отправили бог знает куда. Куда Макар девят не гонял. А вот поэтому нет. Здесь строить какие-то планы, рассчитывать на то, что кто-то, например, вдруг выйдет на аванс сцену и скажет, я знаю, как надо, ну, не приходится. Есть, я могу назвать, допустим, несколько людей моего поколения, которые, с моей точки зрения, могли бы выступить в этой роли. Но я, естественно, этого делать не буду. Именно потому, что отношусь к ним хорошо. Вот смотрите, вот режим нынешний падает. И вот вам говорят, так вот, берите дипломатию. Это очень важный фронт работ. Почему вы откажетесь? Я откажусь. Или не откажетесь? Нет, собственно говоря, опять-таки, во-первых, у меня много лет уже. Я по всем государственным меркам уже давным-давно в отставке. Ну, форс-мажор. Есть опыт, понимаете? Пенсия, пенсия. Есть форс-мажор, а есть опыт. Все это понятно. Ну, вот в той мере, в которой я рассчитываю, допустим, принять участие в разгребании тех завалов, которые сложились сейчас трудами нынешней власти. Именно поэтому я не буду вам с радостью говорить, что, конечно, я бы побежал тут же участвовать. Ну, зачем нам это нужно? Еще несколько минут имеем некоторые вещи, как от дипломата хочется услышать объяснение, комментарии, анализ. Вот смотрите, фактически Эстония закрывает въезд для граждан России даже с шенгенскими визами в паспортах. Также другие страны Балтии взывают всех других партнеров Евросоюза просто закрыть, да, железный занавес для всех, кто хочет ехать в Европейский Союз. Как бы канцлер Германии Шольц, ну, говорит, я это представить себе не могу. Вот разброд и шатание между разными политическими руководителями в Евросоюзе в вопросе выдавать или прекратить выдавать шенгенские визы и визы Евросоюза гражданам страны, которая напала на Украину, граждане, которые не свергают этот режим. Ну, все понятно. Надежды на то, что обиженные невыдачей шенгенской визы люди вдруг организуются, составят могучую силу и свергнут российскую власть, ну, это какая-то из разряда фантастика. Но я бы сказал о другом, о том, что как это сделать в масштабах всего Евросоюза, мне кажется, это сделать невозможно. Потому что, с одной стороны, если какая-то страна шенгенской зоны отказывает кому-то во въезде, то этот отказ действует для всех стран Евросоюза. А вот, но вряд ли кто-то в Евросоюзе, кроме вот отдельной группы, в данном случае, балтийских стран, да, будет готов к тому, чтобы отказать в визах, во въезде к себе людей, не за то, что они что-то сделали, да, а просто по признаку принадлежности к российскому гражданству. Я думаю, что решение о закрытии, о прекращении выдачи шенгенских виз обычных гражданам России, оно потребует решения Евросоюза, а там действует принцип единогласия. То есть, любая страна может наложить вето. Ну, то есть, реальности, что это пройдет, не будет, да? Нет, я думаю, что нет. Другое дело, что здесь, в общем, каждая страна шенгена, как я понимаю, имеет право сделать оговорку относительно того, что в отношении какой-то группы людей шенгенские визы она для себя не принимает. То есть, Эстония вправе отказать гражданам России во въезде в качестве какой-то, в общем, национальной, разовой меры. Понятно, но это не мешает, я правильно понимаю, но это ничем не мешает, если гражданин знает, что его решением эстонского правительства не пустят даже с этой шенгенской визой. Он может спокойно, например, неделю быть в Турции отдыхать, а потом через другую страну совсем шенгенской зоны, которая не на границе, не через балтийские государства въехать, и его пропускают. Ну, в Эстонию-то он, конечно, не въедет. Но другую страну-то въедет? Вот, другую, да, если он запросит визу в другую страну шенгена, если он получит эту визу, он, конечно, в нее въедет. Ну вот, но здесь вы, давайте, не будем еще забывать о двух вещах. Человек, не имеющий визы на въезд в страну, в которую он отправляется, он не выйдет даже из России, его не выпустит Россия. Да, просто потому, что ему некуда ехать. Ну, и второе, что, на мой взгляд, придает этой странной задумке, совсем уж странные цвета. Видите, в чем дело? Тем людям, которые желают попасть в Европу, представители российского режима, например, я думаю, у них найдется немало способов для того, чтобы попасть сюда. Оформить дипломатический паспорт, например. А вот для противников режима, которые попытаются скрыться от российских властей, от преследования российских властей, невозможность получения шенгенской визы резко осложнит перспективу. Да, тут мы понимаем, плюсы и минусы это понимают особенно те люди, которым для этого есть очень небезопасно. Георгий Канадзе, российский дипломат, замминистра иностранных дел в начале 90-х. Огромное спасибо вам.